приветствую всех мои родные любимые христолюбчики все сердцу моему дорогие братцы и сестры во христе все люди на земле добрые или вы еще злые всех приветствую всем желаю всякого добра всякого счастья всякой радости всякого мира кротости смирения терпения в души ваши сердца ваши в дома ваши в семьи ваши во все сферы жизни ваши желаю вам всяких успехов и всего самого хорошего сегодня я хочу поговорить продолжить тему кто последовательно смотрит мои ролики об учительстве перед этим записал я ролик надеюсь его посмотрели кто нет посмотрите наставник не называется учителями найдете его на канале а сегодня здесь я уже в свободной форме как всегда это тоже люблю дело в простоте слова поговорить хочу и поделиться и личным опытом кто знает кто не знает 10 лет назад я покаялся когда господь мне явился во свете тепле радости благости счастья и любви и призвал меня к покаянию с тех пор я живу другой жизни другим мировоззрением естественно благодаря этому мировоззрению и другой жизни вот сегодня по поводу учительства я хотел бы что сказать конечно же прежде всего сам у меня у самого в этой жизни был учителем иисус был есть остается им быть и я верю надеюсь будет до конца жизни моей путеводной звездой конечно же это это он евангелии мы с вами посмотрели я правда предыдущий ролик был посвящен немножко не этому и я как и обещал конечно в будущем на своем сайте христолюб.ру он у вас на экране адрес это мой авторский христианский сайт который мы сделали вместе с олегом с братцем во христе и я конечно как обещал я обязательно сделаю такую страничку где я уже это нужно мне кстати прежде всего все это делаю для себя прежде всего да вот но конечно же и для всех окружающих но я делаю все это по заповеди иисуса сначала сотворить потом научить да о чем мы с вами всегда читаем всех я кстати приглашаю на канал христолюб библии чтение иных писаний там действительно читаем уже так скажем в оригинале всю библию можно об этом поподробнее кто хочет с писаниями знакомиться узнать да вот и я обещал конечно и когда-то это сделаю соберу страницу как иисус относился к людям до его отношение его любовь как она проявлялась учительство это тоже дело любви да вот он сам творит он учит и учит он именно это его красная линия которую он сам исполнял он творил и учил поэтому очень важно не только его слова а именно увидеть как иисус поступал я вам скажу такую вещь о которой много раз говорил сегодня повторюсь конечно же я белой завистью всегда завидовала ученикам иисуса да тем кто его видели как иоанн богослов я всегда чуть ли не сослаза не со слезами на глазах читаю эти первые стихи его первое послание о том что мы вам говорим и вот благовестие которую мы слышали от него о том что мы видели своими глазами о том что мы слышали своими ушами о том что осизали руки наши о слове жизни ибо жизнь явилась и мы видели свидетельствуем о том что иисус единородный сын божий да но я своим словами не читаю сейчас да вот я конечно всегда считаете слова слова апостола иоанна богослова апостола любви всегда конечно мне сердце все около белая зависть тут же вспыхивала в своем сердце ну что такое евангелие да ну читается она 4 они разного объема от двух до трех часов обычным простым размеренным чтением да ну сколько можно вместить понятно порой в одно слово можно вот и отдал пилат иисусы на бичевание вы знаете так просто всего лишь одно слово описывает несколько часов нереальных издевательств над человеком на бога человеком над богом ешься во плоти иисусом христом и и уж тем более нам не описано не сами эти все весь этот пока ведут человек вы знаете вот вспомните какой-то свою плохой случай в жизни да сколько вы там пережили да или еще чего то вспомните любую свою болячку какую-нибудь ужасно и здесь да нам так кротко и просто это все описано без всяких подробностей до достаточно посмотреть фильм элла гибсон страсти христовой понять насколько все это ужасно было да сколько всего переживает человек люди окружающие вот нам это так просто описано в одном слове казалось бы которые прочитали мы за 30 секунд сколько событий эмоции времени того же самого и вот вы знаете конечно же иисуса в этом евангелии ну мы видим очень мало да не зря говорят уж там там пранняя церковь апостолы христиане были такими сильными там в духе но вы знаете какой пример у них был невероятный особенно тех кто с ним ходил пусть они сразу не обращали внимание не улавливали каждое его слово каждое движение его рук и ног каждого смысла не уразумевали смысл каждого поступка ну как иисус и сказал тогда петру когда мыл ему ноги что свое время ты уразумеешь и я всем привожу его второе послание предсмертное когда он уразумел это и писал что суть всего это возрастать вере любя ближнего до веры действующей любовью помните покажите вере вашей целая цепочка петр дает да и заканчивать чтобы если все это убрать так скажем серединку вере вашей покажите любовь дасту свою сущность и конечно же мы все его ученики мы хотим у него учиться да но это одно когда я учусь лично да другой вопрос что иисус и конечная цель любого человека это совершенство об этом нам говорил господь а соответственно это учительство а более того это еще недалеко как выясняется не верх и кто мои проповеди слова как хотите монологи слышал и в самом иисусе мы видим оказывается верх человек это даже не учительство а это учить учителей или быть учителями да это древняя мудрость она всем известна иисус в принципе бог то от начала один и тот же иисус лишь воплотившись показал на просто в себе образ а конечно бог просвещает всякого человека и подобные мудрость мы да и вообще о том что любовь это сущность бытия мы можем найти в разных конечно и мировоззрениях убеждениях отдельных даже людей да вот и здесь то же самое конечно же иисус с одной стороны ничего нам нового не сообщил но в себе он реально дал пример этой жизни да и в том в том в этом же самом смысле и учить учителей да потому что он их взращивал своих учеников и все время ему говорил о том что вы должны стать как учитель его ну по сути их не обучение учить учителей уже да в свою очередь он это дело конечно же уже будучи с небес как это по-детски я буду с вами говорить духом святым да вот потому что во время его они еще сами были учениками да и вот вы знаете мой опыт жизни вот этот показал давно всех на лицо вот сам я конечно же всем проповедую я бы не не говорил того чего говорил себе не познал истину она в простоте я не просто себе пальцем в небо поднимает и чу я там познал истину да я вам говорю что это за истину истина просто она в любви в свободе и бессмертии эти три сущности бытия это природа бога характер как любит хоть бога самого его сущность сам он есть это бытие она просто есть его даже доказывать как выясняется не надо не нужны для этого не авторитеты ни в каком-либо виде в бумажном в реальном даже да тот же самый подвиг бога явления на чем он в реальном просто примере одно дело говорить это с небес другое дело явить это делом да и вот иисус конечно же это явил и вот опыт моей жизни сам-то я ученичество свое прошел кто знает мой путь кто нет можете обратиться всегда в описании к ролику к любому есть на к на сайте на канале всегда с моей координаты всегда есть ссылка на плейлист о моей жизни я всегда как по заповеди иисуса не зря о нем нам дошла не просто его учения какие-то бумажные до слова им сказано именно его жизнь на история его жизни я поэтому всегда делюсь историей своей жизни тоже как я жил до покаяния после покаяния я свою школу ученичество конечно же у христа прошел я много немного но достаточно лет я пробыл в пустыне в уединении чуть ли не наедине со своим учителем с нашим учителем но кому он учитель кому нет я поэтому как бы за себя говорю со своим да вот и в свое время вы все знаете господь поставил меня учителем я вам уже показал что так реально можно говорить потому что так можно говорить если твои дела конечно же свидетельствует о твоих словах вот и все прекрасно знаете чем я занимаюсь на том же самых христолюбе библии давно у меня уже теперь записан новый завет сейчас второй круг читаем ветхий завет я записываю пишем с вами апокрифы есть у меня и предание немножко из преданий кто знает там и антония великого и житие и письма да есть у меня и вот эти вот в свободном слове есть у меня кто знает и полно было бесед и сейчас еще есть вот то есть дела не говорят сами за человека я вот поделился своим опытом так скажем создание общины да надеюсь что никто не обиделся я даже те кто были рядышком да сам я никого ни в коем случае не держу никакого зла я сам там тоже я когда говорил это кстати о ком-то я там о себе кстати вы думаете я не думал я тоже там не все правильно делал в этом же общении в этой же группе как-то в прошлом ролике вообще не все там сказал что еще хотел хоть он и два часа было не знаю все кто его посмотрел сказал я там далеко не все что хотел вот многие мои же слова возможно применяли камень ко мне и я тоже их себя не снимаю в этом плане я тоже учился тоже сделал я вот поделился этими выводами да я кстати из этого же тоже сделал вывод поэтому я говорю я надеюсь что и те кто были со мной в близком общении игры не обидится а просто сделают свои выводы потому что я их тоже сделал я не будешь что я там один был святой потому что там действительно люди все были достойные просто мы все тоже учимся ну по поводу общины я все сказал хотя как играл это тоже вещи связанные сегодня я об этом поговорю потому что как мы с вами из писания посмотрели из ранней христианской церкви и самого евангелия мы видим что церковь все-таки состоит из разных людей да это хотите образ такой же семьи хотите образ такой же я не знаю любой команды спортивный до сегодня спорте я тоже как бы коснусь вот этого образа очень хорошего мы обязательно все поговорим все посмотрим чтобы у нас что-то в голове новенькое может быть старенькая укрепилась может быть новенькая зародилась или продолжала вырисовываться вот по поводу учительства и вы знаете я понял я конечно же что не говори вот в той же самой группе где мы были в общении я старался конечно же быть как все я говорю казалось бы я никого не имею права учить как я думал вот с теми с кем равны и кто казалось бы мы более-менее все одну исповедуем хотя конечно же я так скажем погрешал против себя я не так я так не чувствовал на самом деле ну или по крайней мере до конца я колебался да тут я тоже учился потому что одно дело самому познать истину и жить по ней другое дело как учить других как вести себя с другими людьми и вот как я обещал эту страничку конечно я соберу как иисус относился к любящим его что очень важное всегда говорил да потому что одно дело любить врагов это понятно вот ну и там тоже страничку собирает ну как понятно относительно но я об этом много говорил всегда как и словами как и делами как желанием любить там намного все проще посторонних людей тоже намного все проще а вот с любящими очень забываем как себя вести так скажем и мало кто об этом говорит я сам очень много говорил сюда об этом умывании ног брав пример очень часто всего лишь вот этот прощальный ужин это иисус же не просто так ему мыл дав им пример вот этого смирения опять же вук 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 вукор или так скажем в противоположность тому что не вечно кичились и даже там на этом прощальном ужине спорили кто из них там больше и меньше и кому сидеть по правую по левую сторону от иисуса христа в его царством земном по царем которого он правда не собирается быть да вот а конечно о других вот вещах я как-то не говорил вот эти года да ну по сути может быть вот не говорил опять потому что не было опыта практики да потому что сначала я вышел с одними общался с другими не сразу вот это община я реально всех кто со мной был в группе конечно же они не все очень близкие дороги были есть как бы остаются хотя нас разделяя вот это как и сервала истина мировоззрение все равно она нас конечно же отдаляет и отдалила и никуда с этим не денешься я сейчас об этом обо всем тоже как бы скажу какой я вижу принцип пути человека и вот когда я стал уже вот благодаря вот именно вот этой общины жизни неважно пусть даже виртуальной в реальности у меня практически никого нету да и нету да у так что в живую с кем-то общаться и это неважно абсолютно мне когда-то говорили вот это там это не то да все это то же самое я более показал вам даже поговорил об этом и тогда сказал что вы знаете это даже намного проще если виртуале люди не готовы действительно когда можно просто нажать кнопку никто ни к кому в принципе как говорится не лезет вон в комнату не рвется да там не надо дверь закрывать шум этот слушать я говорю тот же самый канал до любого там человека тебя гонящего или хулитель или обидчика можно спокойно заблокировать да забыть о нем да да и все в жизни вот именно и и если в реальной жизни все так плохо то в виртуальной то уж тем более в реальной еще сто раз все хуже вот что в реальной жизни вот им все еще сложнее если люди в реальной жизни не хотят кнопку нажать чтобы посмотреть какие у тебя беды и радости уж тем более в реальной жизни он до тебя сто лет не доедет и не узнает как у тебя и чё да и вот я конечно когда благодаря групп всему свое время да и это надо было все опытом пережить и испытать как иисус и говорил сотворить и конечно на сегодняшний день я тоже учусь еще в этом плане вам скажу да я учусь учить одно дело я сам знал другое дело учить учиться да каждое сердце разное силы у всех разные как все говорят да люди все разные да ты до конца не понимаешь кто тебе этот окружает даже он любящий тебе или по сути он просто ближний тебе до которым ты должен там кусок хлеба дать с водой ты же не видишь человек те может петь одно сущность ты его не видишь может притворяться может быть не до конца искренним тут всяко может сам не понимает себя как вот именно мы все тоже до конца не понимаем и и вот по поводу ученичества вы знаете я все время думаю о таких примерах вот иисус всегда я его видел таким знаете вольным учителем свободным это всего действительно никаких он не организовывал их этих собраний я говорю с богом это понятно он всегда был наедине вообще со своими с близкими учениками тоже общался вы знаете все задумывался вы знаете эти фразы прекрасные его эти эпизоды из евангелия когда игру он что-то говорил соблазнялись вокруг он никогда ни за кем не бегал более того он даже бросал такие фразы там ученикам а вы не хотели когда всем год петр подходит все соблазняется уходят от тебя он готовы не хотите это нам еще так перевели как там иисус в реальности сказал вольному волю как я говорю мне нравится фраза вольного воли свободному свобода пожалуйста я никого не держу к нему подходит богатый человек вы помните то что рассказывал ему рассказывает что нужно делать тот отходит он не бежит за ним к нему подходят другие люди говорит я вот буду с тобой везде он говорит слушай да не переночевать то порой негде будешь ты со мной тот берет уходит он тоже не бежит за ним он просто предлагает людям совершенный путь хочешь иди с учениками со своими он был ровно столько как мы это прекрасно должны вот в сердце в их не заглянуть и в иисуса и увидеть что в принципе иисус с ними ровно столько сколько они хотят быть с ними и вообще с людьми да его принимают его приглашает он идет но и тут же мы видим что иисус нигде никогда не задерживается его учение его истина настолько проста и не собирается у никаких там общин он никакую сетевую организацию не делает да он спокойно говорит в каком-то месте в самаре его два дня он там пробывает его держит упрашивают уйти остаться он уходит в одном городе много добра сделал проповедовал уходят молиться в пустынное место помните петр его находят с учениками играет куда ты пропал пошли все это хотят то ведь ждут угад нет пошлите в другие города благовествовать благовестие очень простое сказал ушел сказал ушел до те кто хотят быть с тобою они с ним опять же загрыл посмотрите на иисуса ему 30 лет это мужчина я когда-то рыл мне ровесник да теперь я уже даже его перерос мне 37 скорость ракет будет да посмотрите на него он никого не слушает он не учится у раввинов он не советуется со своими учениками он говорит и действует как власть имеющий ему 30 лет возможно мы не знаем конечно точно возраста его учеников так назовем там петра того же самого да старше он его нет там насколько он не учится ни у раввинов ни у каких-то мудрецов ни с кем не советуется он знает истину и и благовествует с учениками он не пытается ягру знаете что-то они ему говорят в ответ и он все время соглашается ну да ну да ну вот это ну да петр говорит по-человечески настолько любвеобильную здравую вещь говорит иисусу когда он первым за несколько уже дней там пусть или в течение месяца открывается что ему должен не царствовать ну когда они уже признают помазанником божьим и он ему противится и говорит господи да не будет этого с тобою что там тебе ты отдашь себя там да все это убьют он горит отойди от меня сатана да то есть вот эти вот все вещи они удивительные всеми привожу пример даже мама не была в этом плане исключением исключением иисус сидит в комнате проповедует приходят брать его родственники мама там тоже ну я не говорю что там дева мария хотел его прям дурку положить ну неважно родственник побежали она пошла вот да и вообще мы видим отношения что он знаете перед родственник той же сам маму унесу мы не видим его как маминкиного сыночка как говорит почитай родителей ты что там да вы знаете если где десять лет назад вы уж простите скажу об этом я люблю свою маму но я скажу об этом если я десять лет назад ее послушал когда на практически такой же поступок делала сказал что те надо в одном месте полежать искал выбрось все это из головы связи с лет назад выбрал я бы кем сейчас был я выбрал конечно же иисуса то что никакая не любовь была согласиться с мамой выкинуть весь этот бред и тоже она мне говорил да ладно все через пару месяцев пройдет десять лет прошло и ничем у меня не прошло это дурь я не то что выкинула взрастил себе развил и вырастил вот я что не люблю свою маму не люблю но я не мог выбрать между истиной и этой лжелюбовью почему должен был просто согласиться на ее хотя она ревностно и горячо и даже разные методы применяла чтобы я от этого отстал нет вот иисус сидя в этой комнате провел пальцем обозрев всех кто сидел и сказал мать моя хотя она в дверях стоит брат мой сестра мой тот кто исполняет заповеди сейчас мы как христиане можно сказать заповеди христовы ну там иисус сказал волю божью заповеди его да вот я всегда эти моменты видела вы знаете вот общаясь с тем с кем я в том сблизился с кем не сблизился беседы кто знает много мне дали которые из которых все началось до сих пор которые ведут личное общение я много имею никто о нем не знает я в день по два по 30 бывает аудио сообщение только записываю где-то в переписке веду какие-то диалоги дебаты или наоборот да что-то просит мне сказать я записываю отвечаю на какие-то вопросы порой я говорю не поверите по два по три часа только аудио сообщение я пишу отвечая на какие-то вопросы или в виду диалоги кто-то спорит со мной вот пытаюсь все равно светить евангелем хотя куда мне только не пытаются затянуть какие только дебри и какие только религии и не религии во все на свете и вот я всегда конечно смотрел в этом на иисуса но я вам уже как начал говорить что конечно евангелие очень мало говорит об этом конечно я мечтал бы видеть иисуса по плоти и учиться с открытым ртом следить за каждым его движением за каждым его словом чтобы увидеть какой он есть на самом деле да как он поступал да с каким лицом он это делал с каким нравом с каким интонацией как как проявлялся его эта твердость да мы в бумажной в бумажке мы не воде не можем увидеть нему не эмоции иисуса как он выгонял этих продающих и этих торгующих и продающих из храма это как было скажите мне пожалуйста это было так кротко и смиренно вы в этом уверены я не уверен к чему я веду до чего я достиг на сегодня чем расту всегда вам открываю наготу своего сердца делюсь на ваших глазах моя христианская жизнь проходит на ваших глазах я расту преображаюсь и вот хотел бы поделиться вы знаете я вспоминаю всегда вы помните я всегда привожу эти слова иисус очень часто что книжник познавший царство небесное истину который в любви свободе и бессмертия из всего из старого из нового из всего вынесет добро и пользу для себя это об этом тоже частенько говорю вспоминая иисуса я поэтому очень часто думаю и над прошлым опытом своей жизни что хорошего было и до покаяния что я где-то слышал видел вы знаете я хочу особенно ребятам сказать женщин все-таки немного учителей там да как-то больше мужская при рейте хотя кто знает я на 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 как отношусь к разделению полов все считаю равны вообще человек без пол это лишь временное разделение на этой земле человек это и есть образ и подобие бога в котором все в одном сочетается и мужское и женское начало и вы помните фильмы и я вот хотел я говорю ребятам особенно я думаю это в их сердце особенно кто мои ровесники или чуть старше чуть младше по кабельному телевизору особенно кто смотрел какие драки про карате ну может и девчонкам это будет знакомо и вот эти старые фильмы китайские там где вот знаете такой гуру кунг-фу там да и к нему приходит какой-нибудь учить ученик я говорю слушайте вот я вспоминаю эти фильмы там ученик приходил к этому учителю каком-то там в лесах живущим или там в полях да и учитель всегда делал вид что иди отсюда чуть ли не пес смердявый там или начинал унижать оскорблять этого человека а тот говорил мастер научи меня возьми меня к себе в ученики мастер обычно ходил даже его не замечал он вставал у дверей его или там садился или вставал на колени или садился в какую-нибудь позу или ложился на лицом прям на лицо свое ложился да и лежал до тех пор пока мастер его не примет учитель если даже мастер его применял он ему сразу давал испытания грубо говоря ставил его на одну ногу или там в какую-нибудь позу лотоса давал ему какие-нибудь чашки с водой китайские там или с саке или с чаем и тот стоял до тех пор пока мастер не решит что хватит и он всячески пытался доказывать свою эту верность учителю того что он готов был у него учиться да второй пример я вам приведу вот за те пять лет моего так скажем ученичества у Иисуса кто знает я конечно же я стал поглощать все да я прочитал предание церковное так называемое ну я бы назвал все таки псевдо христианским всех этих святых отцов много чего перечитал также очень любил и так как это конечно 80 процентов все литературы это монашеские труды всякие вы знаете конечно пользы оттуда я тоже много вынес что полезно что я понимал согласуется с истиной вы знаете и это в принципе всегда было сейчас мы перейдем на современный мир там почему-то когда этот монах так скажем великий где-то жил причем жили там в уединении тоже так скажем одни ну или даже в каком-то там монастыре может быть да общежительном вы знаете когда к нему приходили ученики просились он говорил слушай ты будешь исполнять все что я тебе скажу пусть ты даже чего-то сначала не будешь понимать тот говорил да потому что он говорил слушай если ты не будешь этого делать я не хочу тратить на тебя свое время зачем я буду с тобой спорить что-то тебе доказать если ты признаешь меня в этом совершенном или во все можно сказать да может и дальше перерастешь меня но если ты меня в этом признаешь и хочешь до этого расти ты будешь слушать ты же признаешь вот я вижу человек вообще прям супер кирпич кладет все красиво я же иду говорю научи меня он мне будешь делать как я скажу я буду конечно я же вижу как ты делаешь я еще не знаю какие у меня будет упражнения давать задания вспомните я говорю какие-нибудь пацаны вспомнят мои ровесники братья мужики они вспомнили там какой-нибудь мальчик карате он ему что говорил сразу драться он вообще не учил драться он говорит иди крась забор и он там красит забор знаете вверх-вниз вверх-вниз он все зачем ты мне этот забор и потом он научил там движение как отбивать только потом он уже чуть ли не на соревновании понял что это так можно руки там отбивать здесь тоже самое то есть ты пока не поймешь зачем он тебе будет это говорить ты что-то будешь делать тебе кажется это будет бестолковым действием но если ты хочешь ты доверяешь своему мастеру своему учителю ты делаешь то что он делает вы сейчас поймете к чему я все это говорю переходим на реальный мир и там я говорю там монахи эти говорили любые учителя если ты не будешь что делать то не надо я не хочу зачем я буду тратить на это время на споры иисус я говорю посмотрите я начался иисус конечно вы увидели да держите его образ он ни с кем он не спорил ничего им не доказывал он всегда говорил как власть имеющий если они что-то говорили он им прям рубил да отойди от меня сатана и начинает говорить опять свою кто хочет следовать за мной отвергни себя возьми крест свой следуй за мной а то мне говорят вот ты там такой жесткий я говорю слушайте посмотрите на иисуса был ли он сильно мягкий и дело ну понятно я говорю и даже одно дело еще эмоции какая то грубость тут я согласен хотя я говорю даже тут это в вашем понятии может быть эмоциональность и грубость я говорю видите ли вы иисуса а может быть он был таким это очень относительные такие можно это в грех записать я говорю слушайте а грех ли это как у нас любят очень красоту ценить такой он или нет все побрился на лосо грех оброс как чучело грех и ракес вот такой грех это грех только в вашем понятии здесь тоже самое не забывайте все эти эмоции движение там я говорю внешний вид это далеко не грех очень часто мы все это приписываем вот тут вопрос слова конечно как вот сказать тоже понятно это очень важно но я говорю тут к этим вещам надо с особой осмотрительностью осторожностью относиться возьмем современный мир вот как я уже пришел привел в принципе возьмите любую область не важно спорт или еще что-то это любые таланты человека любая сфера жизни человека возьмите науку где только мозги и руки ручка работает возьмите пение танцы возьмите спортивные занятия не важно боевые искусства не боевые любые хоть шахматы заметьте мы ищем профессионалы мы идем к нему и говорим гуру возьми меня возьми меня вспомните кто ходил вы все наверняка ходили на какие-то секции я говорю если даже не спортивные не важно вы чем-то занимались это могли быть шахматы или что-то угодно сидячие работы вас сначала много но я вспомнил допустим я на карате ходил или на разные виды спорта нас было чуть ли не не знаю по моему у нас была группа вот это это был огромный спортивный комплекс это был большой зал если вот так всех выслушать человек наверное не знаю может быть даже 500 было в одном знаете как показывают фильмах там в белых кимоно там куча вот такая была что можно в этой куче научиться этот сенсей который как там его звали уж не помню сенсей по моему учитель ну сколько он успевает он он чисто дает теорию он стоит один впереди учит вы повторяете он не может не поправить но иногда когда мы делаем помню да и он там идет и кого-то может поправить сколько-то уделить этому времени но занятие всего час он он и пока всех пройдет 500 час и пройдет поэтому он так может быть изброчно чтобы мы пока отрабатывали хотя бы десять и чпай уж не помню как там по-японски этот счет их них там он кончитает может быть одного двух он подойдет что-то поправить все дальше он опять становится лицом к нам по центру учат там другой допустим дает упражнения у нас тогда в этой секции как везде были уже такие знаете есть групповые занятия уже были не эти 500 можно было войти в группу где пять десять человек и он с вами занимается вы знаете это другой уровень сразу он занимается с вами и были у нас индивидуальные занятия почему мы шли платили бешеные деньги за это я тоже занимался у мамы одно дело общакова там сколько я уж не помню те цифры если честно там 40 рублей не помню какие были цифры уже все позабывал это все очень давно был я вспоминаю сколько там платили но месячный абонемент что такое по сравнению с индивидуальное занятие индивидуальное занятие по моему стоило как полмесячной оплаты одно один час и мы платили брали по два-три индивидуалки, причем как бы на постоянной. Можно сказать, что у тебя абонемент вырастал в 20 раз, твоя стоимость, потому что ты не просто раз взял индивидуально, а ты решил индивидуально заниматься, платил за это, слушал каждое слово, ни о чем никогда с тренером не спорил, ты выполнял все, что он тебе дает, чтобы быть совершенным. Конечно же, такие ребята, которые занимались индивидуально, они могли быть даже самыми худшими в группе, но начинали заниматься индивидуально, пусть они супер достигали, высот, но уж они были точно лучшие из всего 500, хотя это были, может быть, самые задохлики, самые неталантливые в этой области, но за счет индивидуального занятия они моментально выбивались, так скажем, в лучших из этих 500, это уже железно, а многие действительно обладающие и задатком в этом, допустим, естественно, моментально вырастали и супер высот достигали. К чему я это веду? Вот я смотрю на свою деятельность, на свою жизнь, на Иисуса. Человек один в этот мир приходит, один уходит. Спасается человек неколлективно, об этом Господь четко сказал, это внутреннее, никакого суда не существует, Бог никого не судит, не наказывает. Человек сам делает свою будущую жизнь, свою природу меняется. Бог есть любовь, поэтому, когда ты меняешься, Бог ничего тебе не вспоминает. Но, кстати, Бог любовь и Он прощает, но, кто знает, это еще от Ветхого Завета пошло, еще от Адама с Евой, Бог прощает человека, но воспитывает. Если ты воровал, обязательно, когда ты покаешься, у тебя своруют. Ты вкусишь эту горечь греха. Все равно ты ничего не утвердишь, за твое покаяние, если ты не наступишь на те же грабли. Кто проходил опытом это, тот поймет, о чем я говорю. Бог обязательно тебя воспитает после твоего даже покаяния. Уж не говоря, что Он воспитывает нас, естественно, еще до покаяния всех. Но даже после покаяния, казалось бы, ты будешь говорить Господу, за что? А Бог тебя просто воспитывает. Ты должен укрепиться в этом, утвердиться. Во-первых, ты станешь на другую полосу, потому что, если ты, когда у тебя воровали, гневался, раздражался и сам еще воровал, когда ты покаялся, ты сам этого не делаешь. И даже при воровстве у тебя ты остаешься любовью даже к этому вору. Это гениально все. Поэтому Бог тебя учит именно этим всем. К чему я пришел? Глядя на все это на сегодняшний день. Вот эти мои проповеди, они вот так. Мы не видим, что в Нагорной проповеди у Иисуса происходят монологи. Кто-то что-то выкрикивает. Хотя, возможно, так и было. Кто-то его обсирал и спорил. Мы это видим, вернее, конечно, при его даже общественных. Это нам так подано, там, Нагорная проповедь, кажется, нет. Но мы видим по Евангелию Таана, чуть ли не антисемитскому, когда Иисус тоже огромной речи говорит о том, что он хлеб, сшедший с небес. Мы тут же видим противление. Ему задают вопрос, это кто ты, что ли? А кто твой отец? А то и все. А какие безумные речи, что вы его слушаете? То есть мы видим какую-то перепалку. Мы видим, что его оскорбляют, наезжают. Да, мои вот эти проповеди, они остаются. Я их говорю. Единственное, точно так же, как Иисус от кого-то ухожу, уклоняюсь. Это все понятно. Они в общем доступе. Кто-то слушает. Да-да, мили-мили, имели. Твоя неделя. Кто-то насмехается. Кто-то ради красивого словца слушает, конечно. Хотя я все, что говорю, я хочу, чтобы люди менялись. Чтобы мы все менялись. Чтобы мир становился лучше. Уже здесь, на земле. И понятно, прежде чем он встанет в твоем сердце. А значит, когда будет еще и по плоти разделение во второе пришествие Иисуса Христа, творение новой земли, нового неба, это все будет новые этапы. Мы будем все лучше и лучше. И мы и по плоти будем отделяться от зла. Если здесь это поле битвы, и здесь все растет, и пшеница, и плевела, то там будет разделение. И мы действительно когда-нибудь вкусим радость рая, где будут нормальные люди. Но только это Бог сделает. Не мы здесь кого-то убиваем через закон. А эти плохие надо всех вырезать и выкинуть. Иисус сказал, это поле, этот мир, это первое испытание. Здесь идет разделение. И одни другим светят. А там Господь сам разделит. Это уже не нашего ума будет, когда Господь как придумал эти этапы. Нам Он здесь не позволил никого делить. А мы все всех законным убьем, вырежем. Эти негодяи там, да, еретиков всех сжечь. Нет, ты в ответ. Нет, это такая борьба, вечное противостояние слова и дела. Да, ну дело какого, в смысле, своим добрыми делами там, миром, терпением, всем этим светить. Поэтому здесь-то, конечно, все просто. И как мы видим, Иисус тоже, да. Я точно так же в комментариях. Кому-то там или в личке. Кому-то отвечаю. Кому-то не-не. Я все смотрю, как Иисус. Вы помните, это я уже об этом говорил. Но так тоже делюсь, чтобы, может быть, кто-то через это уже учится быть учителем. Я поэтому ко всем свою эту речь тоже обращаю. Я всегда показывал, когда мне говорят, ой, что ты не отвечаешь? Я говорю, слушайте, Иисус иногда вообще не отвечал. Иногда отвечал, как говорит, еврей. Вопросы на вопрос. Он и был по плоти, так скажем, евреем, да. И когда ему не отвечали на вопрос, он тоже не отвечал. Вот. Но говорил при этом какую-то притчу в народ. А я говорю, я точно так же. Я влечь в плоти, а потом я могу в проповеди что-то сказать. На самом деле подразумевает его вчерашнего человека или еще что-то, да. Но здесь проще. Это люди, которые... Я говорю, и ты смотришь, какие люди. Потом я смотрю, слушай, а вот кто ко мне приближается? Сами хотят. Они же мне пишут, хотят познакомиться, подружиться, еще что-то. Вот я кто для них? И вы знаете, хоть вы треснете, я боролся с собой эти вот три года, что типа я равный с ними. Я равный с вами как человек, это безусловно. Я из такой же плоти и крови, как вы, а вы как я. Мы все одинаковые. Перед Богом мы все равны. Для меня вот именно не имеет значения ни социальный уровень, ни образование ваше, ни мужеский или женский это пол, ни возраст. Кто знает, я спокойно со всеми одинаково обращаюсь. И все-все-все прочие вещи, да. Вот. И вот именно для меня как бы даже не важно ваш уровень духовный, ваша святость, насколько она, но те, кто ко мне приближаются, да, я понял, что слушайте, вот с какой вы целью? Просто дружить? Что это такое дружба? Люди дружат, эти домышленные. Они души в друг друге нечают, да. Почему? Ну, потому что их объединяет это внутреннее. Их притягивает друг к другу, потому что они одинаковые. Во-первых, это притяжение точно так же, как вы знаете, я проповедую, что в семье, что в дружбе, что в церкви, что где угодно. Она должна быть в свободе. Не надо никаких братских клятв, помазаний кровью там или еще чем-то этих побратаний. Вот возьмите, я говорю, любого, любых двух учеников, двух друзей. Вот их мастер обучал, они выросли, стали как свой мастер, мастер все. Их выучил, он оставил. Два ученика выросли. Два профессора, два... Возьмите любую сферу. Ну, я так привожу, как-то, не знаю, с этим единоборствами, там еще что-то. Вот они выросли. И один начинает в одну сторону клониться, другой в другую. Это говорит, надо вот так вот. Вот это вот такой удар, вот такая техника, она лучше поведет и лучше разобьет. Или вот два профессора, вы знаете, что в мире науки ученых, они друг другу терпеть в основном не могут. Они идут в разные стороны. Они сначала шли, шли, шли. Они учились в одном институте, были друзьями, были профессорами, закончили аспирантуру, стали практиковать. Каждый защитил по какой-то великой диссертации. Шли вроде нога на ногу, были согласны. И бац, у одного какие-то одни откровения, другие-другие. И они в разные стороны идут. А он говорит, да ты неправильно. Он говорит, ты же понимаешь, вот тут надо, и это нас туда, и здесь это правильный путь. Надо в эту сторону идти, сюда надавить. А тот говорит, нет. Я вижу, и они расходятся вот так вот. И вы знаете, я понял такую тоже простую вещь. Почему я говорю, все вот эти собрания, церкви так называемые, если это не липа, я имел в виду, вот это все, знаете, внешне. Пришли там песенки попеть. Я в прошлом ролике забыл сказать, что еще хотел. Мне тоже говорят, да ты просто не знаешь, вот у нас там есть собрание, все хорошо у нас. Я, слушайте, я потом узнал про многие такие собрания. Оказывается, это опять те же самые, это просто кучка родственников и таких близких друзей, и которые вот уверовали еще в Иисуса. Вот и все. Даже когда мне там рассказывают, что это не под 5-7 там человек, семья, грубо говоря, а 30 человек. Оказывается, это все родственники, все там какие-то друзья. Они и так раньше собирались. Просто потихонечку заквасились, и все поверили в спасение, поверивая Иисуса Христа. И все. Я говорю, слушайте, ну вы и раньше были такими же родственниками. Они так же общались, и были у вас и проблемы, и скандалы, и недопонимания, и наоборот радости. Это не церковь внешних людей, которые вот именно вчера знают друг друга, не знали, и готовы друг другу душу отдать. Вы и были родственниками, вы и так встречались. И даже когда они не ходили по субботам к вам якобы на это собрание, они приходили к вам вечером, вы так же собирались. Вот. Это огромная разница между тем, когда вообще люди, друг друга знать не знающие, вдруг становятся единой, так скажем, семьей, да. Вот. Я тогда не сказал, вот сегодня просто хочу, кто последовательно слушает. И вот по поводу учительства. Возвращаемся к этому. Одно дело, мы действительно вместе идем, может быть мы даже одного уровня, тоже хорошо. Но если ты все-таки уровнем пониже, сам ты это понимаешь, ты же пришел, ты что-то спрашиваешь. Ты признаешь высшим. Вот как, видите, я говорю, слушайте, заметьте, с Иисусом были те, кто называл его учителем. Они признали его, сначала учителем, потом вообще мессией. Хотя ему было 30 лет этому парню. Я говорю, возможно, многие у него были старше него. Но они признавали его. Это очень важно. И вы знаете, вот если сесть, вот в это я не зря рассказал, ну мне близкий пример, у кого-то у вас свои есть такие в жизни. Я говорю, вот эта секция каратэ. Если бы я тогда тоже не стал заниматься этим индивидуально, ой, все такие, и я буду с ними, типа заодно. И я бы ничему не научился. Многие, знаете, кто ходил вот на такие занятия, когда какой-то момент там тянутся что-то, шпагат или еще, многие сидят и ржут, ничего не делают, да, веселятся, не слушают. Он же что-то говорит, бывает, этот сенсей, во время что-то рассказывает тоже. И духовные там вещи, и практические, и теоретические, ну много чего. Кому-то делать, это та же самая школа, кто знает, да. Ну что в классе, кто-то сидит всю жизнь, как и я там тоже, с двойки на тройки прыгал. Ну предмет, который мне нравились, я учился, и нет. То же самое, засядем на последний институт, точно так же было, было разное. Что мне нравилось, я сам учился, что мне нравилось, я не учился, да. То же самое, все абсолютно. И что толку сидеть со всеми? Вот ты будешь сидеть с такими даже, как я, которым дела не было до этой учебы, ты не достигнешь этого. Ты же сидишь, открывши рот, и слушаешь этого преподавателя, а тем он не нужен, таким, как я, нафиг, да. Зачем ты с нами сядешь, тебе нужен этот преподаватель? Вы знаете, в жизни получается так, что тебе приходится все-таки отсекать иногда и идти дальше. И это простой пример еще, вы знаете, это я когда привожу пример, да, одно дело люди в злобе, в огневе, в ненависть друг к другу. Я всегда говорю, что эти люди оба в аду, неважно какой он святой, потому что в рай входят за ручки. Это имеется в виду, когда злоба и конфликты. А вообще, когда вас тянут назад, то, извините, Иисус и говорил тут, и я вот, кто ролики этой, особенно этой недели, последовательно слушает про церковь там, то Иисус сказал, говоря, отсеки там правую руку, правую, руку, ногу, неважно, там правую, левую, там не говорил Иисус такие слова. Глаз там, да, Иисус уже говорил именно о людях, которые тебя окружают. Я говорю, мало то, что они могут быть для тебя просто тормозом, как эти в тебя вцепились, 20 человек повисли, никуда тебе как-то в физическом мире не можешь сдвинуться, вот тебя, 20 человек тебя схватили за рубашку. Точно так же и в духовном. Более того, эти люди могут тебя в ад тащить, ты что, останешься, что ли? Я говорю, вырывают эти стихи там, не покидай собрание своего, хотя там речь как раз вот именно, когда святое собрание в гонении, ты не вздумай от него отрекаться, ты от Христа отрекаешься. А не в том, что твое собрание в ад уже давно бесноватые, там, и там уже сборище оккультистов, куклу с клана, а ты все еще туда ходишь, хотя они уже там давно проповедуют ненависть ко всем грешникам, да, и человекам, патриотизм какой-нибудь, хиния там, вот. Такое собрание, надо бежать из него, сломя голову, вот. И вы, знаете, я вот понял такую вещь, что все-таки, да, хорошо, если есть кто-то, ну и слава Богу. А вы знаете, вот, моя ошибка была, я идеалист все равно, я думал, что вот можно там, да, вот так вот быть в мире и согласии там со всеми, прям вот так, с теми, кто тебе близко, да, и пусть даже на какие-то грехи там закрывать глаза. Вы знаете, оказалось, все это не так, я говорю. Совсем не так. Я бы вот не был тем, кем я есть, если бы я не был один, если бы я не избрал тот путь одиночества и безбрачия. Я говорю, почему я так знаю писание, это же не просто мне с неба свалилось. Да, это дары, причем дары ты мне, Бог, многие дал еще от моего рождения, я говорил спокойно, всегда общался с людьми в этом плане, не боялся аудитории. Это даже было до покаяния. И я не супер занимался этим развитием, все мое развитие было в практике, вот то, что я просто делаю, 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 да. Вот, но те же самые знания. Я же не как Иисус знаю писание, не учившись, потому что он сам Бог пришел с небес, он все знает в мире, каждое слово. А я к этому приложил много трудов, да. Если бы я целыми днями как мне говорят, ой, да я вот работаю, ты что там кичишься, я за ту семью там содержу. Я говорю, ну молодец, что тебе это дало. Зато вы все бегаете и насытись, ни на один стих не можете, ни на одну мысль ответить. Вот, так что, конечно же, я понял, что это путь ни в коем случае тормозиться нельзя. Я говорю, нельзя никогда соглашаться на зло. Учитель он на то и учитель. Я вот понял, конечно, эту простую мысль. Кто со мной близко общается, тот знает, я ни над кем не возношусь, я не горжусь. Это никакая ни гордыня, ни превозношение. Я просто, они мне, мне в гордыню, в превозношение в меня это то, что я просто тверд в своем убеждении, не соглашаюсь на зло. Но, причем я прямо показываю, что это зло, я говорю, ты меня пытаешься убедить в том, что горько это сладко, еще и меня призываешь, чтобы я, получается, сам так делал. Как я об этом начну говорить, как ты мне рассказываешь? Я, значит, так жить должен. Я говорю, а я так жить не хочу. Я не хочу так жить. Мне не нужен твой закон, Моисеева. Я не собираюсь никого побивать камнями. Зачем это, если я так не буду делать, как я буду это проповедовать? Я не собираюсь никаких суббот соблюдать. Для меня это не закон Бога. Если бы был для меня это в сердце закон Бога, я бы чувствовал, я бы соблюдал это жить в том, что я по заповеди Иисусу, Он сказал быть совершенным, и я всячески стараюсь познать. Но истину-то я познал. Я говорю, получается, в делах просто, так как мир лежит во зле, я практикую сами дела любви. Что они значат? Я вот, я говорю, за столько лет убедился, что дело любви, особенно к любящим, это далеко не гладенье их по головке. Да, это и не битье, но это не гладенье, это не соглашение со всем, что есть на свете, что лишь бы угодить их и ласкать их уши. Не зря потом Павел и будет писать, что в последнее время будет учителей выбирать, которые ушки ласкают. Я говорю, а я не такой. Иисус не ласкал ни чьи ушки. Ты судишь. Я не сужу, но я, как Иисус, говорил о том, что вы будете судимы сами собою. Он об этом говорил постоянно. Если тебе обличают мои слова, то, что убийство этого животного – это грех, и ты убиваешь, и ты убийца, это не я вас не сужу. Я говорю о суде, и он вас обличает, потому что ты убиваешь. Ты, соответственно, все понимаешь. Ты дважды два можешь сложить, ты не дурак. Ты сам себя осудил. Причем, более того, когда ты этому противишься, ты противишься не мне, не Богу, а сам себе даже. Ты сам на себя собираешь уголь. Это не я делаю. По поводу, я так хотел сказать, я как-то в ролике сказал, вот даже той же самой свободы, смотрите, я, как Иисус, я помню, мне когда тоже, говорит, ты вот там, типа, в свободу, в чью-то, сам проповедуешь, сам вторгаешься. Я говорю, мои ролики, извините, они вот на Ютубе в свободном доступе, это общественная площадка, это как улица или еще что-то, я по ней могу ходить точно так же, как и вы. Я говорю, слушайте, когда я записал и выложил ролик, ни ваша свобода не нарушена, ни моя. Это как раз, когда вы нажимаете кнопочку play, вы вторгаетесь в мою зону. Вы можете, я же не напрягаю вас, вы можете не слушать этого, не осуждаться, не слушать, пожалуйста. Я же не навязываюсь, я же не к тебе домой прихожу, ставлю ногу в дверь, которую ты закрыть не можешь, и начинаю тебе все равно кричать и орать, что ты сгоришь в аду. Я же так не делаю. Вы сами нажимаете play кнопочку, то есть вы смотрите этот ролик. Даже если ты случайно где-то его в рекомендациях или по поиску нашел, на мой сайт попал, это же ты нашел, ты искал. То, что ты не нашел, то, что ты хотел, и другой вопрос, не нашел ласкателя своих ушей. Я в твою свободу не вторгался, я просто говорю, ты можешь спокойно нажать, ты свободен, нажать на эту кнопку и больше никогда в жизни меня не видеть. Это ты меня нашел, а не я тебя. То же самое, что дальше касается. Вы знаете, я стал понимать, что если люди вокруг меня собираются, да, мы можем быть, мы можем даже быть равным. Но это равенство надо увидеть. Слушай, я хочу узнать твою жизнь. Почему я тоже люблю, говорю, ну вы покажитесь хоть кто вы, где вы. Говорю, пишите в дружбу, покажите в соцсети, что в этих есть. Вот сейчас я у меня есть, но у меня тоже есть разные. Давайте просто ВКонтакте еще картиночки всякие посмотрим. Как я вам и говорил. Ох, тут понастрочили. Разные мысли есть. Я говорю, умный человек, он будет везде назидаться. Это можно и все слова Иисуса. Нельзя, конечно, упираться только в Евангелие. Нам оно вот такое вот, Иисус говорил намного больше. Поэтому какую-то мудрость ты можешь и другую. Ты просто сам дух ее понимаешь евангельский. Если что-то подобное хотя бы у Иисуса или могло быть в духе Евангелия. Вот, принимай критику только от того, кто добился больше тебя. Аминь. Я всем говорю, слушай, кто ты есть, чтобы ты учишь меня? Ты где? Я могу принять критику от человека. Я вижу этого проповедника. Я знаю его жизнь. Я знаю его мировоззрение. Я всем рассказываю, слушайте, я в отличие от вас, безбрачный, свободный человек. За счет как раз некой поддержки близких мне людей, да, могу вести эту жизнь. С тех пор, как это все стало так быть у меня, да. Я могу любого проповедника изучить очень хорошо, открыть его канал, послушать все его ролики. Я говорю, вы такого не делаете. Я говорю, что ты можешь мне? Я кто ты, чтобы я? Я же, как я буду слушаться? Может, ты младенец? Может, ты сидишь там, я говорю, с бутылкой водки, с сигаретой в зубах, каким-то непотребными вещами занимаешься, еще мне там тычешь пальцем в комментариях. Кто ты есть, чтобы я принимал от тебя эту критику? И жизнь Иисуса была у всех на виду. Его слова, как он сказал, когда его спрашивали на суде о его учении, он сказал, что вы меня спросите. Вот, я все эти года публично у всех проповедовал. Спросите у моих учеников. Вот. Умная мысль, умная. Дурак спорит с каждым, умный с равным, а мудрый лишь с собой. Вот я и подумал как-то раз, тоже думаю, слушай, ну что я вот, ну, человек явно безумный. Иисус сказал, не называть никого. Я и прямо им не тычу, не говорю, что ты дебил. Это я про себя думаю. Человек явно без ума мне пишет. Ну, что я буду с ним спорить? Иисус так делал? Нет, видим, что удалялся к теме, кто уже, у кого совсем планка падала. Что в зле, что в уме, что в сердце злом, что в уме тупом. Мы видим это в Иисусе. Я говорю, и то, поверьте, написано так в Евангелии. Мы много не можем увидеть, как Иисус, как Он быстро отходил. Что Он говорил, невидимы. Нам все очень коротко описано. В посланиях, вообще в апостолах, что такое послание? Это письма. Книга Деяния тоже, можно сказать, вот такусенькая. Что там 28 глав, а целой церкви рассказать. Там всего лишь несколько избранных исторических персонажей. Ну, что там можно наковырять? Ты понимаешь, что в жизни тебе придется личным опытом все это познавать. Не позволяя шуму чужих мнений заглушать ваш внутренний голос. Аминь. Да хоть вся толпа тебе будет говорить, что ты не прав, если ты сам знаешь. Если у тебя чистость, я говорю, критерий, конечно, простой. И вы сами, только никто вам, даже я не смогу, или кто-то еще, вам сказать. Так это не так. Только вы можете, потому что чужая душа подемки. Я за этим телом ничего в вас не вижу. Я говорю, единственный критерий, когда ты сам наставишь на чем-то. Просто ты, действительно, ты сам себе скажи, ты честен с собой или нет. Ты открыл Богу сердце. Ты говоришь, Господи, я хочу знать правду. Если ты, причем, что ты мне не скажешь, я исполню. Как бы моя похоть и плоти, очей или гордость и житейская не хотелось, чего там. Вот именно этим чистым разумом я слушаю чистый голос Бога. Что ты мне скажешь? И кто знает его голос, тот знает, о чем я говорю. И тогда тебе будет без разницы, кто тебе что будет говорить. Хоть весь мир в ад повалится. Эту фразу вы много раз от меня слышали. Вот именно. Твой учитель не тот, кто тебя учит, а тот, у кого учишься ты. Поэтому, конечно же, вот эти мои общественные проповеди, так скажем, в общем пространстве. Я не претендую, да. Я не называю тебе, не говорю, что вот слушайте меня только. Потому что, пожалуйста, хочешь слушай, хочешь не слушай. Хочешь слушай и вот именно мили-мили-мили обо мне думай. Может что угодно. Я говорю, можете даже вырезать мои ролики. Тоже меня там и поносили, и нарезали, я видел на некоторых каналах. Да делайте, что хотите. На своем делайте, что хотите. Меня это мало волнует. Я за каждое свое слово отвечаю. Я не удалил почти ни одного своего ролика. Только те, которые меня просили там удалить на беседах. И кое-какие бессмысленные старые ролики я удаляю там. Или которые я перезаписываю. Типа там новый канал, новый сайт, старый сайт. Зачем ролик о старом сайте? Я его закрываю или удаляю, если есть уже новый ролик о новом. А так я сколько писал, я ни за один ролик за свой не стыжусь. Где-то даже я чуть действительно, когда там с православием был, получается, у меня больше все это выскакивало. Я, может быть, даже что-то пытался в православии показать. Опять же, что-то. Я не говорю, что православие – это истина. А если где-то такую дурацкую фразу и брякнул, то говорю, что я в ней каюсь, потому что я вырос. Но тот, у кого ты учишься, да? Не тот, а у кого ты учишься. Поэтому, пожалуйста, если ты пришел и что-то у меня спрашиваешь. Вот многие звонят, я начинаю спрашивать. Слушай, ну а ты вот с какой целью у меня спрашиваешь? Ну что тебе? Я публично, я и так все говорю. Ты действительно хочешь услышать и сделать? Вот Иисус что говорил? Делайте. Делайте. Ну не хочешь ты, у тебя может быть тысячи ответов. Я вам сказал, что я стою в истине твердо. Я у вас не спрашиваю, когда… Я не спрашиваю, как вы думаете, можно убивать животных или нет. Я говорю, что это нельзя. Мне неинтересно ваше мнение. Что вы там не найдете, хоть тысячу причин. Убийство животного – это не любовь. В твоем сердце ад. Мне не важно, что вы там думаете, сколько вы еще причин и аргументов мне приведете. Я вам сказал, я даже говорить об этом не хочу. Что об этом рассуждать? И ты мне звонишь. Я на этот вопрос тебе четко дал аргумент. Я говорю, я вот тот гуру, я такой стиль преподаю. Что ты ко мне приходишь? Начинаешь мне что-то рассказывать. Я скажу, слушай, такой ученик мне не нужен. Равным в этом плане. Я тебя себе тоже не считаю. Я говорю, хотите называть это гордыней. Я вижу, что в человеке зло сидит. Это злоба. Это ненависть. Это угодность чреву. Это не милосердие. В тебе нет любви к беззащитному животному. Я же вижу твое сердце через это дело. А какой любви к врагам я тебе буду рассказывать? Ты на эту ступеньку встань. А если ты меня таким не признаешь, ну пожалуйста. Я говорю, какой смысл мне тратить на это время? Ты можешь и себе сказать, что ты познал истину? Пожалуйста. Где тебя Господь поставил светить? Что-то я твои уста громогласно открытые на ютубе не вижу. Сейчас кое-какой другой смысл пойдет в картинок. То есть о чем я вам все говорил сегодня, оно все в совокупочке. Я говорю, я стал понимать, что какой мне вообще в этом смысл? Вот в этом каком-то липовом общении. Я один, вы знаете, какая разница. Если я буду ждать, пока все на мне 20 человек повисли, которые ничего не хотят, куда я с ними дорасту? Я должен буду, наоборот, скатиться вниз даже, скорее всего. Я понял, что да, ты идешь один всю жизнь по этой жизни. Как бы это ни казалось кому-то, я говорю, это антиномия, что казалось бы проповедуешь любовь. Да, ты всегда поможешь человеку. Ты не сделаешь никогда, в этот мир не несешь зла. Это однозначно. Ты помогаешь для сохранения жизни человека. Питание, крыша над головой, коммуналки, здоровье, там что-то. Ты все это делаешь любому человеку. И это немало, как многие может показаться. Это и есть христианство на этой жизни, в мире, лежащем возле. Но это не потакание всем этим. Сам ты растешь. Ты живешь и растешь. Я помню случай, расскажу вам тоже из Антония Великого. Когда к нему пришли тоже одни братья-монахи. И говорят, что нам делать? Он им говорит, ну делайте то-то, то-то. Я сейчас так общими фразами. Они говорят, мы этого не можем. Причем он и такие вещи рассказывал. Сначала, говорит, там что-то, там чуть ли не до драки, что не бейте там своих братьев-монахов. Он говорит, мы этого не можем. Там если он накосячил, мы ее... Он им доводит до такой грубятины. Начинает, вернее, с высокой, вот так немножко, да? Доводит до грубятины. А они ему все время, это мы не можем, это мы не можем, это не хотим, это неправильно. Он, вы знаете, что ответил? Он говорит, а что вы, говорит, ко мне пришли? Если вы этого не можете, а этого не хотите, чего вам от меня надо? И я вот это вот тоже понял. Если вы этого не хотите, а этого не можете, что я от вас, что вы от меня хотите? Что я вам могу дать? Ничего. Для того, чтобы начать меняться Не нужны понедельники Нужно желание Аминь, абсолютно согласен Ни понедельники, ни завтра Ни послезавтра Ни поживу я еще Ни что-то там, мне надо сейчас что-то купить Что-то продать, куда-то сходить Для того, чтобы поменяться, нужно только желание Все Покаяние, желание Сделать по-другому Ничего больше для этого не нужно Любые все ваши отмазы Я там еще это поисследую, это Ну, поисследуй Тому, кто не хочет измениться Изменить свою жизнь Помочь невозможно, Гиппократ Аминь Я понял, сколько я Вот вы знаете, за эти года Сколько я потратил, я теперь понимаю Ну, конечно, я же не знаю заранее Я прекрасно все равно, как идеалист Как божий человек Как и мы все, но познав его сущность Да, живущий по ней Я понял, конечно же Иисус тоже самое делал Понятно, даже Его смерть на кресте Не всем же открыла правду Еще и смехались, когда он висел на нем Но меня это поразило Да И изменило мою жизнь Поэтому ты, конечно, должен делать Я тоже понял Ну, вы знаете Сколько времени я потратил С кем ты говоришь, 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 говоришь Порой ты думаешь, что ты уже как будто его ломаешь Или правда убеждаешь И он на какое-то время соглашается Что-то там меня И потом возвращается на круги свои Ты узнаешь, думаешь, блин, сколько времени потратил И сейчас я, знаете Я все равно, в принципе, продолжаю Я общаюсь и в личке И с кем-то сближаюсь С кем ты подальше, с кем ты поближе Но, знаете, действительно Все-таки, как я вам говорил Еще даже полгода назад Как я после годовалого, так скажем Отдыха от этого И работы в миру Переосмыслил И, конечно, я сейчас Вот мне звонит, знаете Я говорю, я стал намного в этом плане помудрее Он мне звонит, начинает Все ждут моего ролика про молочку Там, про рыбу А я говорю, слушай Он мне звонит Кто-то там, не один мне уж такой Пишут, звонят Начинает мне про молочку Я говорю, ну а ты с мясом как? С убийством животным Молочка, ладно Там другой вопрос Разберемся с ним тоже скоро Вот и вы же кричите Я такой жестокий Такой суровый Такие бремена натягиваю Я говорю, ну а что с убийством-то животных? Ну я еще не решил Я говорю, слушай Вот ты тогда реши сначала А потом мы поговорим о молочке Потом поговорим о рыбе Ты вот с этим разберись Что толку я тебе буду рассказывать Как там чуть кисти подломить Как там чуть ноги Куда локти чуть направить Чтобы там 200 килограмм Вверх выкинуть Если ты 20 килограмм поднять не можешь Ну что я буду тебе рассказывать Какие-то тонкие приемы Почему надо отречься от всего От всей пищи там Животного происхождения Буду тебе что-то аргументировать Из писания Из жизни В сердце твое Отчищая Чтобы ты больше плодов принес Когда ты У тебя еще сердце каменное Там не то что Что там растет Одно дело Ты семечко все посеешь Оно хоть какой-то плод даст И я там удобрю Удобрю Полью От ветерка защищу А о чем сейчас говорить-то У тебя семечко на камне лежит Ты сначала хоть Хоть это Хоть землице чуть-чуть посыпь Ты хотя бы от этого отвались-то Я вот это понял Тоже это очень важно Вот эти ступеньки Я понял что Че толку-то Ну я говорю Вот им Я в свободном и так пишу Человек в принципе все может услышать Конечно же запишу И по молочке И по всем То есть Как Иисус То есть он говорил На все темы Да понятно Выходит и начинает пробовать О любви к врагам Да они не способны любить Любого встречного Вот им Друг друг не любит Убивают Врабы продают И господствуют А какой там любви к врагам Ну Иисус говорит это И конечно Вот я это тоже понял В свободном Когда вот я кнопку нажал Сказал Кнопку нажал еще раз Запись остановил Загрузил все Услышите истину Захотите по ней жить Ради Бога Когда ты ко мне приходишь Лично уже другой вопрос С чем ты ко мне приходишь Я говорю Ну даже если ты выдаешь это за годы Что я говорю Мне от вас ничего не надо Я не спрашиваю вас как жить Я не интересуюсь истиной Потому что я ее знаю С какой ты целью приходишь Да Послушать Ну хорошо Слушай тогда Что ты хочешь Я стал понял Понял Насколько это вот именно Это бессмысленная трата Собственной энергии Человеку хотя бы Должно быть какое-то желание Полный стакан Его не наполнить Ничем Он уже полный Вот как у меня Но я так к вам не прихожу Это же вы ко мне приходите А если ты приходишь Действительно там Ты говоришь Да я такой же Ну пожалуйста Такой же Да ты откроешься Расскажешь Ну да Такой же Я говорю Я с такими на равных Сижу и общаюсь И дружу И у нас вот именно Это любовь возникает Дружеская Вот Но при этом Ты хоть расскажи себе Чего ты как-то живешь Да Что как исповедуешь Ну вот как-то так Не знаю все Я вам сказал или нет Что я понял Во-первых я конечно Тут я говорю опытом Ну я не скрываю ошибся Ну хотите грех назовите Да я все-таки думал Что я говорю Можно какую-то вот эту Что общественную Сейчас вернусь к тем роликам Что я записывал О церкви Да Нет Вы знаете Это личное И люди действительно Собираются в этом мире Вокруг каких-то людей Это тоже очень важно И в этом оказывается Нет ничего плохого Потому что иногда тоже начинает А это гордыня Секта Ты там лидер Ну а вокруг Иисуса Собирался Он был лидером Да Потом По его образу Стали его ученики Иисус сказал Идите Все что дел Я Вы делайте Вот И я понял Что это конечно Неправильная была Моя позиция Что вот Знаете На равных Все отпустить Я говорю В группе Все разные И вот так Нет Я говорю Я сейчас сделал Еще одну группу Туда добавил Нескольких человек Которые мне действительно Близки по духу Вот Как я сказал Ну устал Ты не хочешь Или мы что-то там Разошлись во мнениях Пожалуйста Все Из группы удалил Это моя комната Просто Вот и все Я говорю Это вы у меня в гостях Да С тем Тем Единодушно Мой дом Это ваш дом Но опять же Даже это все Это все в свободе До тех пор Пока мы единодушны Действительно И вы знаете Это кому-то Может сначала кажется Что это жестокий Именно не соответствует Евангелию Я вам скажу Что как раз соответствует Я говорю Иисус бы не был бы Тем бы Кем он был Если бы он все время Шел на поводу Тех кто пытались Его стащить Неизвестно куда Даже Из благих побуждений Которыми дорожка В ад В ад Порой выстилается Я вот этому научился И вы знаете Я говорю Я вот это все понял Когда Сейчас опять Спокойно иду один Я конечно Открыт Вот Кто меня лично знает Я говорю Судите сами Гордыни Потому что Кто знает Моя любовь Как я вообще Трепетно На самом деле К людям Все равно отношусь Но я не могу Ити на вашем поводу Когда вы пойдете Не туда Я говорю Я всегда вам помогу В плане трудной ситуации Ну какой смысл Нам иметь какое-то общение Созваниваться Хоть раз в сто лет Хоть каждый день Вот в группе Если нам неприятно Потому что я знаю Что у вас Сам дух разъединяет Это хоть ты тресни И это будет Получаться Просто лицемерие Вот и все Какое-то Притворство будет Внешнее Я говорю С теми же Сами Сказал Вы не смотрите Моих роликов Значит я понимаю Слушай Ну тебе Значит тебе Все это противно И ты тоже Получается Ошибаешься Зачем Тут притворяешься Да мне Такая любовь Тоже не нужна Это получается Все притворно Я кого люблю Я хочу увидеть И слышать Я жду Когда там Я радуюсь Когда мне конечно же Пишут сообщения В личке Просто вопрос Что там пишут Ты единодушно любящий Пишите Доброе Приятное Всегда Разделяет с тобой Радость и горе Вот Так что вот так вот Не знаю Так поделился Наготове сердце Я под такими Даже иногда Когда делюсь роликами Не знаю Какой вам итог Подвести Так открываю Свой сердце Я такой Какой и есть Вот Тут я конечно Вот еще Учусь Учить Учусь быть учителем Ну учусь учить Можно сказать Да Хотя я понимаю Я не учусь Самоучение Учить А как его подать Вот так скажем Я учусь С кем Как себя вести То есть тут В мире Лежащем Возле Это целая проблема Вот Ну когда Вот этому Научусь Видимо Я думаю Как раз В то время Появятся Учителя У меня Ну Которых Я буду Учить 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 Уже Потому что Пока Я плодов Своих Таких Не видел Хотя Я вам Рассказывал В прошлом Ролике Опыт У меня Такой Есть Я всегда Таким Был Я всегда Кого-то Взращивал Они Становились Учителями Я уже Учил Учить Потому что У них Появлялись Подчиненные Это Автоматически Все Происходило Здесь То же самое Мне Есть Чем Поделиться Пусть У меня Маленький Скромный Блох Я Непопулярен Да Вот Ну Какой Есть Да Вот Но Опыт Есть Каким То Могу Что Техническим То же Самое Немаловажно Как Что Наладить Что Настроить Как Открыть Канал Какое Оборудование И Заканчиваю Действительно Вот этим Опытом Кому Что Отвечать Кому Не Отвечать Вот То есть Естественно Со мной Человек Сможет Об этом Беседовать Спрашивать А как Ты Вот Потому что Вы На своей Шкуре Начнете Все Проходить И все Поймете Вот Ну А по поводу Вот этого Я понял Да Есть С кем Ты Единомысль Единодушие Хорошо И то Оно В свободе Не надо Никаких Ни с кого Никаких Клятв Брать Самому Никаких Клятв Ничего Давать Вас Должна Объединять Одна Как Апостол Павел Действительно Сказал Протестантский Этот бред Что Ты Уже Все Поверил И Ты Всего Достиг Что В познании Что В любви Нет Вся Христианская Жизнь Это Совершенствование В познании Павел Не Будет Здесь На самом Деле Никакого Царства Пока Вы Не Придете В Это Единство Веры И Познание Это Не Должно Быть Из-под Палки Чтобы Все Не Ели Мясо Но Это Должно Быть Естественно У Каждого Когда Это Родится Ты Станешь Брат И Сестра И Мать Пока Нет Ну Нет Ну На Этому Все Сейчас Начну Из пальца Высасывать Я Поговорил Так Высказался Все Что Хотел Я В Принципе Сказал Что Еще Сказать Ну Все Так Ты Я Кто Знает Мое Я Сам Очень Любвеобильный Я Открытый Именно Вот Я Идеалист Именно Это Не Дает Мне Вечно Спокойствие Я Все Вляпываюсь Все Рано Людям Доверяю Мне Вон Мстят Мне Даже На Добро Уже Злом Отвечают Я Сам Это Первый раз Когда На себе Хлебанул Еще Пару Лет Назад Давно Уже Особенно Когда На Ютубе Стал Я Удивлялся Как Мог Петь Панегирик И Потом Фарчмить По Полной Программе Что За Добро Духовное Что За Физическое Я Ничего 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 Берем Все Будет Тебе Плохо Что Там Сложности В жизни Нереально Некому Будет Обратиться Да Всегда Можешь Я Не Буду Тебе Не Фарчмить Не Тыкать Я Тебе Всегда Помогу Причем Это Будет Искреннее С радостью В тяжелой Ситуации Жизни Что Будь Там Не Было Вот Но Это Общение Оно Нам Ничего Не Дает Ничего У Тебя Раздражение Только У Меня Мы Не Понимаем У Нас Разномыслия Я Только К Этому И По Поводу Учительства Хоть Я Это Говорю Потому Что Я Говорю Мои Дела Обо Мне Просто Говорят Все Так Если Ты Приходишь Учиться То Будь Любезен Слушай Просто И Делай Если Ты Уже Дорос До Этого Да Пожалуйста Но Опять же Это Ты Ко Мне Пришел Учитель Не Тот Кто Учишься Ты Ты Сначала Я Я Я Назидаюсь В основном Только Если Я Увижу Проповедник Я Хочу Послушать Его Ролик Посмотреть Его Мысли Посмотреть Его Жизнь Кто Знает Я Могу Доехать До Такого Проповедника Где Бо Он Не Был Я Могу Учиться Лишь У Близких Людей Я У Своих Сестер Во Христе Учусь У Некоторых Они Не Проповедниц Ничего Я Знаю У Ни Жизнь Мы Давно Общаемся Я Учусь У Них Терпению Потому Что У Нереальные Сложности В Жизнь Я Поражаюсь Как Она Я Много Перестал Тоже Жалится На Жизнь Только Зная Как Они Живут И Проходят Этот Путь Добродетели Терпения Допустим Вот Я Учусь Потому Что Я Знаю Жизнь Мы Потому Что Лично Тесно Общаемся Все Друг Другу Говорили Вот Я Учусь Почему Знаю Жизнь Твою Жизнь Я Не Знаю Узнаю Хорошо Может Чему Научусь Тогда Я Тебя Сам Напишу И Сам У Тебя Спрошу Все Так Если Ты Меня Спрашивай Что Будь Любезен Слушай Это Я Так Кто Именно С Этой Мысляю Все Индивидуально Я Не Говорю Что Вы Каждый Должен Услышать То Что Вы К Себе Слышите И Принимаете Я К Оттолкнуть Я Помню Саша Ткачев Не Писал Я Слушай Вот У тебя Был бы Блог Тебе 20 Человек В день Написали Вот Эта Хиня Я Посмотрел Что С тобой Было Ты Знаешь Я Даже Не Пытаюсь Его Укорить Ты Не Можешь От Опыт Я Б Видел Твой Опыт В Этой Сфере Именно В этой Конкретно В этой Области Я Бо Тогда Принял Совет А Так Я Понимаю Это Лишь Со Стороны Я Сам Когда Смотрю Блогера Он Гневный Мне С Виду Мне Кажется Что Ты Бесишься А Сам Потом И Сам Такой же Я Смотрю На И Думаю Ну Понятно Небось Зацепили Вот Он И Пишет Этот Ролик Я Его Понимаю Потому Что Я Опытом Прошел Это Со Стороны Кажется Все Так Вот Я Говорю Посмотрите На Иисуса Особенно Естественно Тут Сейчас Призываю Христиан Все Ли Мы Так Видим И Уж Тем Более Мы Не Видим Ни Эмоций В Евангелии Ничего Подобного Это Очень Важно Ну А По 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 Этого Характера Его Пути Жизни Несения Креста Даже До Креста Уж Тут Извините Посмотрите Как Он Вел Себя С Любящими Я Говорю Я Там Столько Много Это Не Так Просто Эту Страничку Собрать Я Соберу А Любовь К Любящим Как Нить Мы По Ней Пробежимся Точно Так Как По Другим Вопросам На Канале Называется Это Всегда Странички Тема Посвященная Какой Теме Вы Знаете Вы Когда Концентрационно Все Эти Моменты Увидите За Раз Вы Можете Так Приблизительно Помнить Да И Мы О Них Частенько Забываем А Как Посмотришь Так Слушай Думаешь Ну Иисус Не Такой Как Мне Надо Вешать На Истины Так Что Вот Так Все У У У У У У У У У Шенот Что Что Все Что Я Сказал Это Искренне От Сердца Конечно Учительство Это Не Есть Превозношение Не Надо Ставить Знак Равенства Или Тире Даже Со Всеми Я Абсолютно Разный Даже Сейчас Здесь Сказал Так В Общем Слове Кто Знает Что В Концовке Мне Звонит Я Спокойно Слушаю Всю Ту Ахинею Которую Он Несет Кто Бо Это Не Был Это Может Быть Бытовые Жалобы И Духовные Разные И Все Равно Как бы Я Не Кричал Что Да Если Мясо Не Ешь Я С Тобой О Молоке Не Буду Говорить Кто Знает Меня Я Не Хочешь Вот То Это Может Вообще Настроение Как Вы Ко Мне Попадете Вот Поэтому Кто Меня Знает Тот Я Знаю Казалось Бо Говорю Что Группа Моя Это Моя Комна При Этому Все Знают Что Все Мое Ваше Вот Такие Антиномии Казалось Бы Как Всегда Все Закончить Хочу Хорошим Что Все Равно Я Всем Всегда Рад Особенно Если Вас Что То Поменялось Если У нас Какие Разногласия Вот Я Ни На Кого Никогда Не Держу Никакой Злобы Я Говорю Всегда Встречу И Забуду И Мы Можем Начать Заново Если Что То Вдруг У Нас Был Какой То Конфликт Вот Тоже Мне Там Тоже Ты Говорить Ты Не Умеешь И Резко Все Рубишь На Тот Момент Да Всем Надо Время Отдохнуть Остыть Вам Мне Что То Передумать Вот Поэтому В этом Плане Пожалуйста Что То У Нас Было Можем Всегда Начать Заново Попробовать Общение Я Всегда За Понятно Что Как То Мы Все Должны Прийти В Это Царство Небесное Но Она Невозможна Без Теории Прежде Все Потому Что Твоя Жизнь Будет Потому Как Ты Думаешь Как Ты Мыслишь Потому Что Жизнь Человека Это Его Вера Его Мировоззрение Его Мысли Вот Поэтому Всем Я буду Вам Рад Всегда Я говорю Хоть Я и рассказываю Про этот Негативный Опыт В этот раз Поделился Много О том Что Хорошего Плохого Я кстати О том Что Я группе Рассказывал И показал Негативный Наверное Да Действительно В том Ролике Опыт Я тогда Здесь скажу А может быть Даже запишу Конечно же Много Было Хорошего Много Положительного И опыта И вообще Конечно Это было То время Было Много Радости Общения Эмоций Действительно Любви Все это было Не без этого Но Надо Хорошее Подрезать Ой Плохое Это Избавляться А плохое Тоже было Почему Я говорю Сейчас я попробовал Заново Попробую Новый метод Пока Мне с вами Поделиться Нечем Вот Я сделал Группу Я говорю В которую Я уже Сам Добавляю Как будто К себе Домой Не вижу Смысла Добавлять Людей Которым В оконцов Потом Некогда В эту группу Даже Заглядывать Нет желания Вот Если эти люди Не смотрят Моих роликов Какой смысл У меня Что-то Меняется Вот Живой Пример Ты не знаешь Чем я Живу Я же Когда ты В эту группу Пожалуйста Тоже Сбрасывай Что-то О своей жизни О бытовой О духовной Я же все слушаю Все читаю Через это Вас узнаю Вы меня Через это Узнаете И там Я еще Что-то Дополняю Получается Зачем Это Зачем Это Просто Я говорю У нас У нас Нет Были У кого У кого Есть Такие Собрания Я не Спорю Но я На живом Примере Пока Не слышал И не Видел Или Я просто Кое-что Слышал Но Потом Узнаю Что Все Липо Порой Собрания Просто Родственников Ну Вы До Этого Общались Вы И так До Этого И так Точно Так Все Проглатывали Вы Также С ними Общались Встречались До Ихнего Покаяния Проглатывали То Что Не Христиане Так С ними Общались Сейчас Казалось Бы Христиане Вы Какие Другие Вещи Проглатываете Ну Что Это Не Собрание Святых Так Скажем Вы Не Пытаетесь К Если Вы Просто Хорошо Проводите Время Вот И Все Ну Это Можно И Так Делать Под Собрание Верных Я Конечно Подразумеваю Единомыслие В истине В Иисусе Христе Да Вот В этом Плане Все У меня На Сегодня Все Кто Впервые Попал На Этот Ролик Меня С Кем Поделились Я Буду Рад Общению Встречи Знакомства В социальных Сетях Где Угодно Пишите Так Для общения Для первого Особенно Я Всегда Открыт И Рад Все Всех По-братски Обнял Поцеловал До встречи В следующих Роликах На моих Каналах Всех Благ Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует